Многопрофильная поликлиника на проспекте Ленина может быть открыта раньше намеченного срока. Строительство объекта проинспектировал Михаил Игнатьев. Уже возведен монолитный каркас, продолжается обустройство перегородок, отделочные работы и прокладка коммуникаций. Проект дизайна кабинетов согласован. Ну самое главное радужные такие цвета, душу радующие. Это у нас карта хранилища будет большое, большая регистратора. Вот здесь открытая регистратора будет, здесь значит для расписания для пациентов, расписания врачей. Это по ходу дела, потому что будете корректироваться и так далее. До наступления холодов сюда необходимо провести отопление, чтобы не затягивать с отделкой. Здесь четыре участка нужно реконструировать. Из 219 трубы нужно переходить до 350 трубы. Всего четыре участка на 217 погонных метров, но в этот зимний период отопление МУП Теплосель готова сюда подать. У нас все теплотрассы здесь все проходят. На контроле главы региона и качество поставляемых материалов. На строительство поликлиники из бюджета республики направили более 700 миллионов рублей. Радиаторы какие? Алюминиевые. Алюминиевые. Это центральная центральная. Прадо. Прадо. Пришло. Хорошие, нет? Высококачественные. Высокость подачи. Отдача теплая высокая? Да. Необходимо продумать и логистику, отметил Михаил Игнатьев. Здесь надо развязку делать. Коллеги, друзья. Вот, заезд отсюда для сотрудников, а там для пациентов она теплая. Новую поликлинику намерены открыть уже в следующем году. С ее вводом планируют разгрузить потоки пациентов. Сегодня государственная задача оказывать медицинские услуги. Поэтому мы взялись за это дело. Построим. Ведем, люди увидят, какой красивый объект мы построили для них. Я убедился, что люди работают. Сегодня, говорят, около 160 человек. Рассчитываем на то, что в начале четвертого квартала или в конце третьего квартала, следующего, 2019 года, реально можем ввести эксплуатацию. Михаил Игнатьев проинспектировал и ход застройки жилого комплекса в центральной части города. Первые дома подрядчики намерены сдать в следующем году. Сейчас, фактически, пять разрешений строительства ведется в порядке 53 квадратных тысяч метров. И 53 сейчас стройки, пять разрешений. Эти дома уже вводом 1 сентября следующего года. Стоимость эксплуатации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, там, за тепло, за воду, это просчитали вы? Так получилось, что развитие микрорайонов и предусмотрено центральное теплооснабжение. Тут у нас полностью центральное теплооснабжение. Все просчитано, да. В перспективе здесь намерены построить школу и детские сады. Спрос на квартиры повышается. Дома возводят из специальных панелей. Здесь скорость возведения, если взять, по фактору времени, на сколько ускоряется? Дома возводят, 8 этажей за месяц поднимаем. 8 этажей. Облик улучшается, да. Сейчас все как улучшаем, работа над этой, с улучшением. Материалы выпускают на местном заводе. Они ничем не уступают кирпичу, отмечают подрядчики. Первые этажи у нас кассеты не были смонтированы, а следующие этажи уже они с обеих сторон гладкие. То есть можно сразу обои клеить. Самое главное, вот это для людей. Потому что сейчас надо поклевку, пятом, чистку, все остальное и так далее. Высок-то потолка сколько? 28. К развитию микрорайона комплексный подход. В администрации города проектируют новую дорогу к жилым домам. Михаил Игнатьев отметил, что все планы должны быть реализованы в отведенные сроки. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.